паром приехали уже достаточно быстро на сегодня неожиданно быстро обычно надо сдать ключи и потом стоять минут десять раз пока они не откроют двери и доки эти грузовые сегодня прям очень быстро помнишь куда идти плюс-минус да новый терминал кстати морозно выглядит на улице снега тоже много вот если все нормального склеим скорее всего где-то в этих рядах стоять обратно ждать коробку получится там пройти там мусковато я могу попробовать протестнуть пока не знаю получится или нет что дальше все придется испачкать кофту свою серую замазал испачкал иногда надо как человек-паук прошкуриваться везде пока у нас есть время надо вбить координаты выгрузки уже потом там на берегу снимается я еще в англии купил на свою первую работу водителю я удар 1 который попался до сих пор сам насколько уже прошло 9 лет и прям как часы работают 77 километров показать она это через центр по окружной поездки если с тобой у нас вот этот он входит через центр получается а мне нужна вот эта кружка я поставлю точку что для видоса можно через центр с удовольствием погулял гулял вообще по городу вот по стопу не гулял еще офигенный город такой из скандинавских городов самый не скучный я друг туда предлагает велосипедов как-нибудь сгонять ой кстати между нами всеми сегодня у него днюха и он кстати твой подписчик дарить ай так что митяй днем рождения днем рождения видите кстати он пополняет статистику тех кто не связан с работой все равно тебя посматривают до айтишник до сегодня утром проснулся и вот мучил меня вот этот момент я все рассказал по поводу того что допустим если мы заезжаем чисто гипотетически хотя нас не загонять никогда допустим мы заезжаем вниз подвал либо наверх на второй этаж и получается если допустим мы заезжаем в подвал задом и у нас прицеп с лапом который плита держит только за счет лап то я сказал что они типа могут назад соскользнуть вряд ли скорее всего вряд ли но у меня вот чисто субъективно мне кажется что допустим если будет какая-то ситуация я сдаю назад под этим уклоном и вдруг мне надо резко затормозить по каким-либо причинам там не знаю кто-то вздумал перебежать там дорогу сзади или еще что то то мне кажется что эти плиты могут сдвинуться назад несмотря на все прижимное усилие этих лап несмотря на силу трения между плитой и пол может чисто теоретически мне кажется возникнет такая ситуация когда они все-таки могут немножко сдвинуться хотя бы немножко этого надо поправку вместе потому что блок дело такое что сказал на камеру то и все это и как бы зачистую монету приняли не вдаваясь в подробности потом старые волки начинают засыпать комментариями на ты старые волки слушали смотрят блоги ну старый волков не до блогов и блогов жизни хватает хотя вот это вопрос для обычных обывателей которые не связаны с этой работой что это не так все небезопасно как я может быть преподнес вчера с цепями короче надежно вот это вот вердикт пару недель выгружался тоже в швеции стоял как раз напротив парикмахерской все работало дошли зашел сел спокойно в кресло начало стричь все нормально вышел такой свеженький постриженный то есть там все работает и ресторанщики там работают сейчас может быть они все-таки какие-то вводят чуть-чуть ограничения может быть на количество посетителей я видел все магазин заходил и там вывеска была что больше определенного количества людей но все равно здесь это все так лайково сравнению с латвии по-человечески она и стройка тут нигде не останавливается но благодаря этой стройке имеем работу и можем вести эти плиты получать свою зарплату и стройки тут много швеции в дании продолжается жизнь продолжается поехал как-то месяца два назад наверно в копенгаген и застрял там несколько дней потому что они перенесли выгрузку какие-то причины то ли ветер тоже был сильным то ли что-то еще и как раз был велосипед собой так я по копенгагену там покатался и учитывая что там вообще велосипедная страна сама по себе да не а копенгаген тем более я первый день выехал у меня вот это вот поток велосипедистов просто понес у них там отдельная дорожка и для них светофоры для них не мог сориентироваться что мне делать как не делать вопрос в потоке тоже несся куда все едут и вот так вот и до центра и доехал более-менее освоился на следующий день уже как-то чуть ли не как свой как место велосипедная как страна уникально совершенно паренек опять порадовал если первый раз он был спокоен может быть это была какая-то случайность а второй раз он прям тоже все аккуратненько вот мне такие нравятся они не портят настроение самого самого первого часа моего рабочего дня бывают такие что ну прям совсем я думаю зачем они там работают такие нервные хорошее начало дня что-то возможно будет проверка на выезде довольно простой интуитивно понятный порт другой раз бывает что тут маленьких машинок очень много они как по натыкаться 1 за 1 их проверяют прям так довольно ощутимо смотрю что это плиты да сейчас вот остановила нас полиция полиция все-таки и говорит мне давай иди карту и ковид тест а я говорю у меня нету ковид теста он говорит тебе нужен ковид тест а я трек драйвер попа совещался с коллегами по итогу отпустил и вот мы поехали дальше расстроился вот что у меня есть категория всех так бы сейчас меня можно было бы нагреть на какие-то там сотни евро или назад вообще но они тут то было новый терминал находится если со стороны стокгольма ехать перед минус хамм то есть сам город теперь въезжать не надо как раньше надо уезжать но зато возле этого терминала нет возможности не прогуляться не в какой магазинчик зайти они все там уже вне нас там находятся это немножечко напряжено потому что вниз камни можно было в лидл зайти или валди не помню точно там прямо рядом с портом закупиться каких-то плюшек шведских домой привезти ну а если просто гольм говорить вот про уроки географии такие то стокгольм это во-первых столица швеции а во вторых второй город на берегу балтийского моря по величине после питера питер самый большой стокгольм 2 метро в городе есть и метро кстати является можно сказать туристической достопримечательностью стокгольмское метро одно из самых фотографируемых метро в мире и город на островах находится на большом количестве островов план такой оптимистичный прогноз у нас это выгрузится быстро и приехать опять на паром и вечером сесть на паром и уже завтра быть в риге это очень редко когда мы что-то забираем оттуда в таких прицепах да в общем до выгрузки осталось у нас четыре с половиной километра объехали стокгольм как и любой другой большой город слегка насыщен движением по утрам судя по всему на три минуты мы все-таки опоздаем вместо девяти мы должны приехать 903 но еще пару-тройку минут на то чтобы найти супервайзера сказать что мы такие такие то привезли вам плиты куда нам встать под выгрузку ну или если вы вижу вывеску офис захожу в офис все по-английски общаются сказал такой-то такой-то представился сказал что надо и они всегда подсказывают шведы по-шведски хорошо из акцента удивительно английский у них здесь как второй язык да не умели когда не было проблем как все по-английски общались английский сделал такое знаешь открывает все двери во многих странах за поворотом там уже где-то должен быть краны скорее всего ориентируют краны да вполне себе ориентир маяки такие все походу не было ни разу не такое впечатление знакомых на панелевозах по таким вот местам приходится ездить по жилым кран я вижу какой-то вот там кран вот и стройка разбираться будем искать сейчас заезд я с другой стороны заезжал по-моему на этот же объект скорее всего надо объехать да у меня скорее на ту дорожку надо пригласить в прошлый раз я там как раз заезжал латвийская бригада работала раньше я не знаю как сейчас мусор и я там квартир где-то устроится да живой получается вы выпьете чего-то в прошлый раз я сюда взглянул что-то по правой стороне кармашек небольшой должен быть это кармашек снимать все это трясет растение что-то присутствует подошел виктор главный человек видимо на этой стройке который управляет бригадой от сконта который будет выгружать наши плиты и в общем сказал подождать надо слушай ну конечно в швеции прикол да с этим коронавирусом что никаких масок нифига нету все люди вообще-то во первых типа сами без масок ходят во вторых не просят тебя одеть но они подождут какую-то доставку этих стекло пакетов значит у нас возможно будет за весончик ждать ждать за работе конечно это дело такое привычную постоянно ждать мы профессионалы все на грешду да в общем выгрузка пока не ожидается в ближайшие полчаса наверное попросили переехать немножко на другую сторону потом сейчас там прицеп заставят а потом будет сложно повернуть так я завариваю себе кофе йозу жаль моего кофеварничка нету здесь ну по-крайней мере есть чайник есть на чем его разогреть надо проверить насколько я крутой водитель если я тут не разолью вот этот вот чайничек значит активность скиллы сейчас будем прокачивать а к чайнику залет если вы инструктор кофе не пролилась значит стройка прям 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 очень активно происходит кварталы строится и сколько твой прицеп метров вся сцепка 15 на два метра короче стандартные сцепки дано на полтора до но у нас куда-то будут потом загонять под кран будем стоять там на левую сторону сейчас прораб или бригадиры не знаю тот человек который нас встретил забрал документы он из латвии зовут его виктор но по-русски говорит с акцентом с латышским акцентом швеции вообще наших людей много вот видите где нашего брата только нет но в ирландии в англии наверно больше сразу чем здесь а у тебя цепи кстати есть комплекте с собой ездят ну именно колеса которые да но такие они это понимаю одеваются я ни разу не стал честно говоря там дождем закипел или ты выключил он был закипел сюда налить таки хватает воды на фиозе с сгущенкой ты не будешь салфетки самый главный есть многофункционально а Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Действуется неплохо, просто что чуть похуже будет звук и все Процесс крепления вы не видели? Субтитры сделал DimaTorzok Когда эти панели мы распираем снизу, лучше использовать такие вот дощечки с мягким покрытием Это мягкое покрытие упирается в панель и тогда забываются эти клинии Лучше будет упершись, ничего не поцарапать и аккуратно довести без повреждений Еще потом попреснул в гараж какие-то доски надо отсюда вытащить Слишком охладно накопилось Та же самая идея, я снимаю цепь с этого болта, его выкручиваю А цепь саму на штык ставлю и затягивает Тогда эта плита тоже будет на месте, пока они краном его подцепят И краном его подцепят, дадут натяжку и тогда эту цепь снимают О, сейчас натяжку сделаем, от чего она держится, как она видела Майнуем, майна Майна Матя, руку Майна 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 Есть, да? Можно? Да Эксклюзив Контент Майна 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 Спасибо, да Что за Света? А я не знаю, я не покажу Первый раз на корне что ли? Молодая? Потихоньку Вира потихоньку Вира вера потихоньку вера можно делать смело вера смело вера справились без шума и пыли все нас выгрузили и уже билеты на паром взяли мы сегодня еще на паром успеваем паром 2130 сейчас все в 5 наверное возможно может 6 да в общем я цепи по порядку замки цепи уголки все сейчас еще раз немножко немножко тут закончим обойдем прицеп проверим чтобы ничего не было забыто качаем воздух не поедем потихонечку но он набирает воду чтобы пить потом в латвии шведская экологически чистая вода из-под экологически чистого шведского экрана очень вкусно будете швецы советую мне что-то башка разболелась и надеюсь хороший сон на пароме меня ждет и это будет лекарство но рейс реально короткий получается когда мы в воскресенье выехали сегодня понедельник завтра будет вторник мы завтра уже будем дома и на новый терминал в Ниндхамде далеке от города ну там наверное местные жители гвалт подняли и вынудили портовые как бы службы сам порт перест перетащить его чтобы грузовики в город не заезжали не создавали проблем местным жителям но маленького городка все как-то радуются товаром в магазинах и всему радуются что водители грузовиков привозят но самим как бы водителям грузовиков и грузовикам не особо радуются и не особо хотят чтобы грузовики в города заезжали распространенное явление но этот терминал более удобный побольше места здесь с размахами все сделали 2-3 недели назад тут отменили один паром неожиданно вечерний надо было ночевать прямо тут на следующем на утреннем переправляться уже на граждане доступ к туалету какой-то есть здесь там есть да там все в плане конечно стратегически самый главный объект на месте рядом налогом посещения не отмягается но наверное нет включено все в дорогу по шведскому на паром зарегались и по разным каютам нас будем спать по отдельности да ничего сейчас просто главное быстрее бы туда попасть что-то покушать и завалиться спать как тут прицеп пустой прикольно хорошо прошло Просматривается, стены к мету мешающих обзоров удобнее. Встанем первый на выезд. Польский экипаж. Первый раз, когда я сниму с Кама выхожу на пароме, где польский экипаж. По крайней мере, часть экипажа. По-польски не говоришь? Нет, не разумею. Не разумею. Не разумею. Что-то могу уловить, какой-то смысл, когда там что-то говорят. Из-за какой-то схожести каких-то отдельных слов. А так... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет-привет! Ну что, как дела? Откуда двигаешь? Откуда двигаешь? Отдыхать будешь? Отдыхать будешь? Тоже? Дошку... Эхнема Мэй Таузен Сколько лет? Год? Четыре месяца Мне что-то казалось уже год Мне четыре месяца Слушай, я тебя не поздравил Пусть растет большой Красивый Еду домой Я только четыре дня и буду Открой перейсил сюда Паром польский, кстати Какой-то идет поездка Польская кухня Польский персонал Все по-польски Непривычно Здесь уже на паром заходя Я уже ждал, чтобы все Близкое классное Ну что, ладно, Ритлс, сдачи тебе Давай, сдачи Увидимся на ютубе и в инстаграме Везде и где Давай Что, опять прицепы чистить придется, да? Похоже да В ютубе В ютубе Привет Подписчики везде узнают, да? Везде, не бывает Здесь хоть пошире чуть-чуть Да Под прицепом лезть, походу Да Я там не влезу, да? С той стороны Усковато, да, наверное, с этой, с пассажирской С водницкой Лучше залезть Давай Все В тачку заползли Да, не знаю, ради справедливости Надо отметить, что первое знакомство С этим паромом у меня как-то не очень Это надо, наверное, поездить 2-3 раза, чтобы понять Как они работают, какая они система Они вообще Все у них по-другому Начиная с этой неразберихии с каютами Продолжая этим краном непонятным Но это так, это Степ, конечно Кран открывается не наверх, а вниз То есть, вниз надо ручку давить Ну, это польский паром Это, видимо, все объясняет, да? Ну, просто ощущение было такое, что идешь из Польши Или там на Швецию или из Швеции на Польшу И кто-то сказал, не помню, кто сказал Просто основной вот этот паром, который ходит вторым Венсполсом на Несхаме Сейчас на ремонте Две недели его заменили этим паромом Ну, еще у них по-другому, получается Они объявляют обед В смысле завтрак И через полчаса тоже говорят Вылезайте из кабины, все, освобождайте каюты То есть, тоже так как-то необычно Изучить этот паром за вторую ходку, да Без проблем Ну что, вот мы наконец-то и в Венсполсе От Венсполса до Риги Это дорога домой Дорога домой, как там говорят Она всегда самая быстрая, самая короткая, самая чистая Помеха справа Да Такие, такого рода изгибы вообще могут быть опасными, да, для панели носов? Ну, если у него задняя часть довольно низкая, то, например, вот здесь вот, может быть Тогда имеет смысл, когда уже тягачом выезжаешь, чтобы опустить немножко подушки, чтобы поднять заднюю часть прицепа Тут сразу уже под загрузку машины стоят Да И ночевал я, получается, не в той каюте, которую мне дали изначально Из-за того, что там человек кашлял Другую каюту мне тоже никакую не выделили И я подселился третьим, третьим человеком в каюту Юрий COVID-контроль, походу, какой-то Это больше похоже на таможню, на обычную Ну, ладно Да, снега, конечно, в этом году в Латвии навалило немеряне Я уже представляю, что будет, когда снег сходить начнет Сколько будет каши На дорогах На полях И вообще везде Welcome to Latvia Все, а теперь Ну, успел фокус поймать О, заблажно, когда мы ездим Ну, заблажно, когда мы ездим А вот это Да Ну, успел фокус поймать Много У нас У нас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зрителям канала, подписчикам, да и всем пожелаю счастливой и веселой жизни. Не кашляйте, будьте здоровы. Всем пока. Продолжение следует...